хочу рассказать и показать об одной еще прикладной пользе клещины фундука она перед вами эта польза забор или изгородь вот смотрите не пролетит и муха для обозначения отделения усадьбы участка хороша природная живая изгородь говорил я уже что лесному растению лещине густота посадки не помеха насаженные плотно кусты создают препятствия для прохода крупного скота добрых кавычках соседи и если эту живую изгородь продублировать сеткой вот как у меня то действительно не пропорхнут ни куры не зайцы не собаки затраты и трудоемкость устройство такого забора минимальная бум садово-городный на которых было на который было много надежд лет 30 тому минул этот бум оставил привкус горьковатый у большинства но иные еще по привычки едут на даче с которых нет отдачи никакой растут там экзоты теплолюбивая за которыми следить надо как за малыми детьми чуть отвлекся не приехал недельку пропустил дела или заболел или вот был карантин когда был ковид приехал и увы и ах у абрикоса с вишней маниля цвет опал персик закурчавился виноград то мильдию то аидиум томаты фитофтора съела а картофель жук пиши пропала деньги потрачены на семена удобрения химикаты а сил сколько потрачено а случись катаклизм прокормиться с тех дач невозможно персиками с виноградом или картофелем размером с горох это вряд ли и так за годом год слава богу что все эти годы последние лет двадцать еды навалом вот один молдавошкин сетует ю тубе при коммунизме было 60 миллионов голов скота а хлеб закупали в канадах и кормили тот скот а в магазинах кроме питера и москвы ни шиша кто жил тот помнит очереди за молоком занимали с ночи а сейчас опять же этот николай говорит восемь миллионов скота вместо 60 а в магазинах коммунизм всего на мало как тут голову не сломать даже крупную но это такое а будет у вас роща лещины сначала изгородью а потом и будет и хлеб и мясо белок высококачественный высококалорийный калорий как у сала с маслом и даже молоко ореховое и начхать вам сколько там было или есть или будет голов крупного рогатого а мука из фундука это вообще отвал башка